Насколько на сегодняшний день возможность принятия новых экономических секторальных санкций относительно России зависит от решения грецкой проблемы? Ну, я бы сказал, что эти вопросы совместно не связаны, то есть Украина это одна проблема, где основное, будет ли, скажем, ужесточаться санкции или уменьшаться, зависит от самой России, будет ли она играть, наконец, конструктивную роль в конфликте в Восточной Украине или будет продолжать эскаляции. От этого будут зависеть ответные шаги ЕС. Ну, что касается ситуации Греции, это полностью другая ситуация, это вопросы в основном финансовой стабильности Греции, и эти вопросы мы решаем в рамках непосредственно Еврозоны. Ну, все-таки для того, чтобы принимать новые санкции экономические по отношению к России, необходим консенсус в середине Европейского Союза, и в частности поддержка Греции, так как подобное решение принимается именно консенсусно. Вот в таком случае, ну, если, скажем так, будет дальше этот путь решения греческой проблемы сложным, и не так просто будет договориться, насколько это может повлиять непосредственно на возможность Европейского Союза выступить с единым фронтом в данном вопросе? Ну, опять, я бы эти вопросы не связывал, это понимает также и греческая сторона, что эти вопросы не стоит совместно связывать. И мы знаем, что Евросоюза сможет договориться о санкциях, и если будет необходимо, сможет договориться также о ужесточении санкций. Вот украинскую аудиторию, в частности, интересует, насколько реалистичным является такая санкция, такой ограничительный прием, ход по отношению к России, как отключение банковской системы, Российской Федерации, от международной системы банковской SWIFT. Возможно ли такая санкция в принципе? Вот если мы несколько дистанцируемся от политики как таковой и чисто экономически, технически оценим возможность такой санкции, как вы ее оцениваете? Ну, сейчас Еврокомиссия работает над возможными дальнейшими шагами Евросоюза. И какие возможные санкции могут быть со стороны Евросоюза. Ну, что касается банковской системы SWIFT, то этот вопрос нужно уже рассматривать в более глобальном уровне. То есть Еврокомиссия сейчас в рамках решений Евросоюза этот вопрос не рассматривает, поскольку это вопрос более глобальный. То есть если это более глобальный вопрос, на каком уровне он должен рассматриваться? Большая двадцатка, большая семерка? Да, это уже должно. Такого рода вопросы должны рассматривать уже на международном уровне, поскольку это не может быть решением ЕС. То есть со стороны ЕС мы можем принимать те решения, которые непосредственно зависят от ЕС. Вот как еврокомиссар, отвечающий именно за зону евро, как бы вы оценили влияние на сегодняшний день экономических санкций, которые Европейский Союз принял по отношению к России, на экономику самого Европейского Союза, в частности на зону евро, и влияние с другой стороны тех санкций, которые Россия вела по отношению к продукции агропромышленного комплекса, стран Европейского Союза, как в сумме это все влияет на сегодняшний день на зону евро, в частности, и Европейский Союз? Каков урон, каковы возможные влияния этих санкций в дальнейшем? Да, ну, что касается санкций Евросоюза против России, то мы, в принципе, видим, что эти санкции работают в плане экономики, и мы видим, как эти санкции отражаются на экономике России. Ну, конечно, это не только санкции Евросоюза, это другие санкции и ряд других для России неблагоприятных факторов, как падение цены на нефть, так и, конечно, уход капитала с России ввиду непрогнозированной политики России. То есть это целый ряд факторов, но мы видим, что экономика падает назад в рецессии России, рубль обвалился где-то уже наполовину, то есть, в принципе, последствия негативные. Что касается влияния санкций на экономику Евросоюза, то, в принципе, мы видим, что эффект довольно ограниченный, но он неравнимерно распределен между странами и секторами. И есть, конечно, страны, в основном те страны, которые граничиваются с Россией, но не только, как страны Балтии, как Польша, как Финляндия, которые более чувствуют эти ответные санкции России. Ну, и также, конечно, сектора, это сельскохозяйственный сектор, что касается, скажем, овощей и фруктов, и также молочных продуктов. Там уже Евросоюз также выступил с конкретной поддержкой этих секторов. Но в любом случае мы все-таки оцениваем общий эффект этих санкций как довольно ограниченный. Господин Еврокомиссар, я бы хотела перейти на несколько иную тему. Вы представляете Латвию. И вот на сегодняшний день Латвия, как страна, никогда входящая в пространство постсоветское, которое Россия рассматривала как зону своего влияния, на сегодняшний день чувствует ли ощутима угрозу собственной безопасности ваша страна со стороны России? Да, конечно, в Латвии и в странах Балтии в целом события на Украине вызывают очень большую озабоченность. Это показывает, что, в принципе, Россия проводит политику агрессии против соседних государств. Это касается не только Украины. Несколько лет назад мы то же самое выделили в Грузии. И, конечно, это вызывает очень большую озабоченность. Поэтому по поводу страны Балтии также говорят с нашими партнерами по НАТО. НАТО увеличивает свое присутствие в странах Балтии. То есть, конечно, нужны меры для укрепления безопасности стран Балтии. Как непосредственно Латвия реагирует? Что можно наблюдать? Может быть, мобилизация добровольная имеет место быть в вашей стране? Какая реакция общества, военных на то, что происходит? Что вы бы отметили? Я уже сказал, что, конечно, эта ситуация вызывает озабоченность. Конечно, мы более тесно сотрудничаем с НАТО. НАТО увеличивает свое присутствие, в том числе военное присутствие в странах Балтии. И, конечно, сами страны Балтии и другие страны должны думать также о увеличении бюджетов на оборону, на укрепление своей оборонной способности. Возвращаясь к экономике, в вашей сфере ответственности непосредственно. В свое время в условиях экономического кризиса в Латвии вы говорили о том, насколько я понимаю, что стоял выбор между девальвацией, сильной девальвацией национальной валюты тогдашней Латвии и суворами, такими методами экономии, пакетом экономии. И вы выбрали второй вариант. Сделали, насколько я понимаю, акцент именно на экономии средств. На сегодняшний день украинская экономика в крайне сложном положении находится. Вот что бы вы рекомендовали сегодняшнему украинскому правительству, которое претендует на то, чтобы его назвали реформаторским, как отнестись к подобным дилеммам? Девальвация, с одной стороны, а с другой стороны, экономия, средств бюджетных, государственных. Как относиться к этому выбору в условиях украинской экономики? Да, ну, что касается ситуации Латвии, то у нас действительно мы должны были выбирать, по кому сценарий выходить из кризиса. И наше решение было, что мы все-таки должны концентрироваться на структуральные реформы, чтобы повышать конкретно способности экономики. И что девальвация не самое лучшее решение, поскольку Латвия очень маленькая, очень открытая экономика. И любая девальвация, ну, любой эффект получения конкретно способности очень быстро бы исчез из-за инфляции, из-за инфляции по импортированным энергоресурсам, по импортированным компонентам и так далее. Что касается экономической ситуации на Украине, то мы видим, что, конечно, ситуация очень сложная. И параллельно с проблемами в Восточной Украине нужно также решать проблемы экономики во всей стране. И опять же, один из основных вопросов – это укрепление конкретно способности Украины, то есть какие меры должны приниматься, какие структурные реформы должны проводиться в государственном секторе, по бизнес-среде, также рассмотреть целый ряд бюджетных факторов, скажем, вопросы на субсидии, на энергии, на фасильные энергии, где Украина еще до кризиса тратила порядка 7% от ВВП. Конечно, это нельзя прекратить в один момент, но все-таки из этой политики нужно постепенно выходить. В любом случае, эксперты Евросоюза тоже готовы Украине по этим вопросам помочь. Предлагается как финансовая, так и техническая помощь по проведению реформы. Ну вот если украинская экономика, в отличие от латвийской, большая по своим масштабам, но тоже достаточно открытая, то есть мы вот в частности импортируем очень много энергоносителей, так? Вот вопрос девальвации. Как бы вы ставили его в такой вот экономике? Потому что, в принципе, сегодня у нас уже де-факто имеет место быть очень сильная девальвация, и стандарты жизни украинцев падают. Это при том, что в одночасье идет война в стране, с другой страной. Вот как экономист, как премьер-министр, экс-премьер-министр Латвии в тот период, когда тоже страна переживала экономический кризис, девальвация, как вот вы относитесь к этому вопросу, к этому процессу в условиях украинской экономики, большой экономики? Да, ну, нужно сказать, что в Украине это в большей мере принужденное решение из-за конфликта в Восточной Украине, конечно, серьезно ухудшается экономическая ситуация во всей Украине, также очень серьезно ограничиваются возможности привлечения зарубежных инвестиций и так далее, и так далее. То есть, конечно, ситуация в Украине гораздо более сложная те ситуации, которые были в Латвии во время кризиса, скажем, в 2008-2009 годах, поскольку у нас хотя бы не было такой внешней агрессии, с которой сталкивается Украина. Понятно. Ну, и вот я бы хотела вас спросить вопрос, который непосредственно не касается экономики или зоны евро. Ну, мне кажется, он сегодня касается всех, особенно тех, кто родом с Центрально-Восточной Европы. Вот вы лично, как считаете, Минск-2 еще жив? Он дает шанс, он дает надежду Украине на мир и Европе в целом? Или же эти договоренности уже, в общем-то, они не соблюдаются и не имеют будущего, когда речь идет о договоренностях с Россией, в частности, ее участием? Мы видим, что уже прошла неделя, как должен был вступить в силу соглашения о прекращении огня. Но мы видим, что на практике этого не происходит. И также все, получаем новые сообщения о возможной концентрации, опять же, сил сепаратистов в районе Морвенполя. То есть мы видим, что практически прекращение огня не случается. И, конечно, это вызывает очень большую озабоченность также в Европе, что мы видим, что те договоренности, которые были достигнуты, к сожалению, не выполняются. И в таком случае, подытоживая наш разговор, как вы думаете, какой должен быть алгоритм дальнейшей реакции Европейского Союза? Ну, потому что в Украине, в частности, его критикуют за недостаточно резкую пропорциональную реакцию на события, имеющие место в Украине сегодня. Для украинцев та агрессия, которую они переживают, является в одночасье агрессией, которая угрожает всей Европе, не только Украине. Как вы думаете, алгоритм реакции, алгоритм ответа Европейского Союза, какой может быть на, ну, фактически, провал, крах Минска-2? Ну, как я уже говорил, дальнейшая реакция Евросоюза будет зависеть от дальнейших событий. То есть, если действительно все-таки прекращение огня будет соблюдаться, будет также со стороны России конструктивные шаги в сторону деэскаляции ситуации, в сторону прекращения военных действий, то, конечно, реакция Евросоюза будет в одну сторону. Если эскаляция будет продолжаться, то Евросоюзу, скорее всего, придется принимать дальнейшие решения по санкциям и другим мерам влияния на Россию.